Тем самым мы не перетемняем работу, но светлые тона заполняют то пространство, которое могло у нас остаться при работе, допустим, темными какими-то тонами. Соответственно, переходы становятся гораздо плавнее, гораздо мягче. Для того, чтобы это понять, это нужно рисовать карандашами простыми. Так гораздо быстрее дойдет понимание того, как правильно работать тоном. Потому что не зная этого, можно накопать такого, что будет просто жест. Можно, конечно, и одним тоном сделать то же самое, использованием просто воды, взять тот же самый блэк и развести для себя. Но я не советую так делать. Вот это просто причина, что при выработке одного тона, который вы наболтали на сеанс себе, при заболтывании замешивания другого, когда он у вас закончился, вы можете не попасть в тон в тон. Тем самым придется вытягивать под тот тон, который вы вторично уже работали. И, соответственно, из-за этого работа будет гораздо темнее. Поэтому Грейвош сеты, они избавляют от этого всего ненужного движения и косяков заветом на будущее, которые могут быть. Потому что Грейвош набор, Грейвош сет, это всегда точное попадание в предыдущий оттенок. Поэтому, если вы хотите понять, как правильно работать Грейвошем, лучше сначала рисовать карандашами. Это даст колоссальное понимание. Это даст колоссальное понимание того, как работать правильным тоном. Потому что, вот как я только что сказал, что в Грейвоше, где самые светлые участки, туда тон не кладется. Там остается участок цвет кожи. А если вот здесь нужен лайт, вот тут еще, тогда как поступить? Лайт сверху просто? Просто сверху лайтом, какой он у нас тут есть. Захватом вот этой области, да? Просто вот отсюда прям лайтом берешь и вот так вот накидываешь. Ну просто вытягиваешь, да? Что выравнивает вообще все абсолютно. Ага.